Всем привет! Мы приехали в новые апартаменты, которые расположены прямо, можно сказать, в downtown Salt Lake City. Это новый дом. Я сейчас попытаюсь войти. Мне прислали код, как открыть дверь, потому что я уже минут 10 стою. Кое-как зашли в лобби. Тут всё на автомате. Код неправильно вводился. В общем, еле-еле открыли. Это вообще новый-новый дом. Давай попробуем третий этаж, Сара. Я немножко голову поломала. Нужно было ввести всего лишь 6109 здесь. Я стояла и думала, а как это сделать? Оказывается, вот так, 6109. О, боже мой, какая красивая. Белая квартира, как я люблю. Всё, как я люблю. О, как классно! Майкап. Видела? Чёрные полотенечки. О май гад, Сара, посмотри на эту кровать. Она просто нереально красивая, беленькая. Здесь что? Шкафчик. Нет, это же не отель, это квартира. Да, и вид у нас прямо на город, на донтаун и на крышу. Так красиво. Да, вон там город. Очень стильно. Всё, как я люблю. Всё, как я люблю. Прямо то, что нужно. Водичка есть. Даже она горит у вас в холодильнике будет вода. Даже шампусик приготовили. Кофечка. Стиральные машинки, порошок. Всё есть. Всё стандартно. Такие молодцы. И правила дома. Привет, познакомьтесь. Это Оля. Оля живёт в бьюти. Солфлейк Сити. И Оля сегодня красит мне волосы. Я нашла её в фейсбуке и очень-очень рада, что мы познакомились. Сейчас будем... Уже, вернее, мы покрасили все наши волосы. Ну, они наши. И посмотрите результат чуть позже. После стрижки мы решили быстро поесть с Сарой, потому что, ну, такие голодные. Ну, такие голодные, просто нет слов. О, боже, что это? Надо было не заказывать. Можем даже домой уже забрать. Ну, просто отвал. Ну, да, мам. Надо же сколько много. Тут прям на двоих вот эта порция. И вот эта на двоих. Обалдеть. У нас здесь на парковке каждый день заряжается Тесла. И так интересно. Вот её зарядка. И машина стоит, просто заряжается. Интересно, платно или бесплатно? Похоже на то, что бесплатно зарядка идёт. Вам даже не надо тратить деньги на бензин. Так удобно вообще. Я хочу Теслу себе. Мы сейчас приехали в Донтаун в Salt Lake City с Сарой и с Олей погулять и посмотреть местные достопримечательности. А самое главное — обойти вот практически все достопримечательности, которые есть здесь у них в городе, и показать это вам. Потом расскажу немножко в двух словах о городе. Мои впечатления. Так, смотрите. Это очень красивый католический собор. Этот собор вдохновил мужчину, который снял Кот да Винчи. Гулять по городу очень приятно. Здесь красивая архитектура. Город относительно молодой. Много разных церквей, храмов. Здесь же в Salt Lake City находится штаб-квартира Мормонской церкви. В принципе, пешком можно пройти все достопримечательности за день, за несколько дней. Удобно, конечно, все-таки передвигаться на автомобиле здесь в парковке. Красиво, много зелени, ухоженный очень город. Мы зашли вовнутрь этого Капитолия. Здесь так красиво. Вот, пускаемся из Капитолия. И здесь вот такой красивый вид на горы, на город. Дантаун. Солнечно, очень жарко, сухо. Отличается очень климат от климата Флориды. Так, мы зашли вот в этот центральный парк, где расположена главная Мормонская церковь. Очень-очень большая, популярная, ради которой приезжают все сюда посмотреть. И тоже несколько храмов. А также здесь красивый парк внутри. Смотрите, все электронное. И вот Оля рассказывает, что зимой, весной, летом здесь всегда какие-то тематические постановки. Оформление очень красиво. Все приходят, любуются спокойно, по-семейному, по-мормонски. Пятеро-пятеро-пятеро-детей одновременно. О-о-о! Боже мой, еще попали. Мы как раз попали на представление. Как красиво. Мы зашли с той стороны, где вот очень хорошо видна Мормонская церковь. Она вообще закрытая, в нее зайти нельзя. Заходят только-только Мормоны. Всем привет! Мы сейчас отправляемся посмотреть на знаменитое озеро Salt Lake, в честь которого и назвали город Salt Lake City. Мне стало очень интересно. Оно находится от Донтауна 25 минут. И мы решили отправиться на машине, посмотреть это соленое озеро, как оно выглядит. Мне просто очень интересно. Я хочу со стороны его заснять. Надеюсь, у нас это получится, что там будет какая-нибудь парковка, чтобы посмотреть на само озеро, а припарковаться прямо рядом с ним. В общем, вы просто в Google вбиваете большое соленое озеро и вас приводит карта к месту, где вы можете припарковаться к парку самому. Вот он сейчас открыт, мы в него въезжаем и будем смотреть на озеро и горы. Вот такое необычное здание здесь стоит. И там есть магазин, gift shop и туалет. А мы пошли на озеро, вон все идут. Смотрите, как прикольно. Кто-то принес рояль и проводит съемки. И все люди вон идут пешком к озеру. Там, видимо, пляж. Ребята, мы что-нибудь тогда очень веселее. Так снимают клипы. Посмотрите, как круто. Прямо на соленом озере рояль. Ааа, я не могу, это так круто! Что это за певица, интересно? Голд Лейк, штат Юта. Кто-то приволок стол для того, чтобы пофотографироваться. Вот вам и озеро. Запах здесь, конечно, такой тохтой рыбы. В такие места надо ходить в красивых платьях. Потому что там стоял стол прямо в воде. И мы сделали красивые фотографии. Вот что значит блогерская жизнь. Мы даже путешествовать не можем обычно. Смотрите, какой красивый у меня вид из окна. Сейчас закат. Дантаун. Ну, красота невероятная. Солнце садится. Собор. Очень красиво, конечно. И так, ребят, как и обещала, делюсь с вами впечатлениями о городе Salt Lake City. В котором мы прожили две недели. Две недели мы были в Salt Lake City. Это, конечно, вау. Город новенький, чистенький. Дантаун красивый. Мне нравится, что там больше молодежи, чем во Флориде. Ну, по крайней мере, я вот, когда ходила в какие-то, даже тот же спортзал, то видно, что прям очень много молодежи. Все такие красивые, ухоженные. Город был построен по проекту. В общем, его специально строили мормоны, как их называют. Ну, как я разговаривала со своей парикмахершей Олей, она говорила, что мормоны дали им такую кличку. На самом деле они по-другому называются. Им не нравится, что их называют мормоны. Ну, в общем, не важно. В городе очень много мормонов. Да, якобы они живут с обычной жизнью, как и все. А мормоны – это верующие люди. У них своя, в общем, вера. Свои церкви закрыты. Туда пускай только мормонов. И город сам по себе очень отличается от типичной Америки. Во-первых, как-то больше как будто европейского в этом городе. Красивые постройки, новые дома. И вот что касается алкоголя. Да, вот как и в передаче «Орел и Решка» правильно рассказывали, что они продают алкоголь только до 9 часов и в специальных ликер-сторах. И еще и проверяют ей ID. Ну, ID везде проверяют. Был даже такой случай. Мы пошли с Олей в ликер-стор. Она забыла свои права. И он спросил у нее тоже ID. Хотя я покупала алкоголь. Но он попросил ее ID. Она забыла, он нам не продал ничего. Хотя у меня были и покупала я. Она вообще там в стороне стояла. Ну, окей. И еще очень интересный момент, что пиво у них продается. Ну, вот, которое в супермаркетах обычно. Да, вы можете купить пиво везде. Но пиво не больше 3% алкоголя. И их местная вот эта, Ютовская, 4%. Все. Local Beer. Остальное 3%. Любое. Вот привезенное. Будвайзер, корона. Все 3%. Это тоже очень интересно. И... Ну, я видела в ресторанах все равно люди сидят, пьют. Ну, якобы все равно это все так закрыто. Не так, как во Флориде. Здесь пьют с утра до вечера. Везде все продается. Все можно купить. И ночью, и днем. Там нет. Там в 9 и по праздникам, и по выходным. Вы нигде не купите алкоголь. То есть люди затариваются там тележками целыми заранее. Я так смеялась. Мы снимали даже видео об этом. Что касается климата. Климат мне не понравился. В начале я так обрадовалась, что не так жарко, как во Флориде. Не так липко. Не так душно. Но потом, через неделю, я поняла, что я засыхаюсь, пересыхаю. Ветер в городе. Сухой очень ветер. И моя кожа прям начала шелушиться вся. Я ее мазала. Но все равно это не помогает. Разными масками все равно не помогало. И на улицу я выходила редко. Мне очень хотелось гулять по Донтауну. Но я не могла это делать долго. Потому что я вся пересыхала. У меня в носу все пересыхало. Я по утрам просыпалась. И у меня вот это вот все там... Я не знаю, с чем это связано. В общем, мне было некомфортно. Ну, удобно, что по всему городу, по Донтауну, вы можете кататься на скейте электрическом. Через приложение, как в Калифорнии, они тоже вели. Везде они валяются. Как-то так все по-современному. Сказать честно, мне в Salt Lake City не очень понравился город. Вообще, как бы Юта сама по климату мне не подошла. Очень сухо. Зимой холодно. Летом жарко и сухо. И еще говорят, что в Salt Lake City очень много радиации. Местные жители так говорят. Якобы там какой-то компьютер установлен. Не знаю. В общем, какие-то слухи ходят, что очень много радиации, радиоактивных прям мест, где нельзя жить. Вот. Горы, давление, сухо. В общем, ну, как-то так. Мне не подошел город. Да, он и новенький, интересненький. Магазинов очень много. Торговых центров очень много. Но все так дорого. И даже мне показалось, что дороже, чем в Флориде. Квартиры по аренде так же, как и здесь. То есть я думала, что там дешевле, наоборот. Нет. Там оказалось дороже. Еда даже. Вот, в принципе, так же все стоит. И... Вот. Отличие. Но все равно я такая думаю, блин, во Флориде все-таки круче. Вот как ни крути. Климат такой приятный. И зимой не холодно. Летом, конечно, жарковато во Флориде. Но если сравнивать Флориду и Юту, то 100% Флорида. На этой ноте я заканчиваю свой влог. Следующее видео будет из Лас-Вегаса. Там очень было прикольно, ребята. Так что обязательно посмотрите следующее видео, которое выйдет вот скоро. или уже вышло. Пока-пока.